Отправляемся задачами. Насколько процентов выполнен полумесячный план, исходя из 100%, что напишите мне? Расскажите. Нет ли такой эйфории, что только что были в ЭКО-фестивале, все радостные, все довольные, теперь майские праздники, все отдыхают, развлекаются, солнышко начинает греть всех, не чувствуется немного расслаблений? Андрей, 50% хорошо, по плану? Хорошо, если по плану. А план у нас какой-то? Кто напомнит, какой у нас план на апрель месяц? Нет, на май месяц. На май месяц какой у нас план общий? Или кто-то хочет своим поделиться? Так, 130%. Еще какие варианты? Молодцы. Я просто вас настраиваю. Действительно, последите за тем, как идут у вас дела. Если смотреть в целом, мне кажется, что мы чуть-чуть начали отдыхать. Рано отдыхаем. Еще не время отдыхать. Не забудем, какой у нас месяц. У нас май месяц. Месяц по этапу, по завершению шестого этапа. Месяц, когда у нас прекраснейшие инструменты, очень хорошие программы, очень хорошие дискаунты. Все прекрасные условия. Поэтому месяц должен быть намного сильнее. И давайте две последние недели. Сегодня шестнадцатая. Вот начиная с шестнадцатого числа. Вот с этой недели у нас полмесяца осталось. Он должен быть проживным. И действительно, процентов больше, чем пятьдесят надо было уже сделать для того, чтобы сделать сто пятьдесят или сто тридцать процентов за месяц по сравнению с предыдущим. Поэтому хочу, чтобы пересмотрите свой рабочий план. И признайтесь, что не сделано еще все. Можно сделать еще лучше, еще больше. И, скажем так, для этого у нас есть всякие инструменты и есть вся поддержка от компании. Поэтому проговорим и новости, и посмотрим, как воспользоваться всеми моментами, которые у нас происходят. Хочу. А, еще один вопрос к вам. Кстати, сегодня понедельник, когда вы все получили смс-сообщений. Я надеюсь, что получили. Вот у меня такое предложение. Пятерочка, отметьте те, которые были довольны смс-кой. Десяточка, отметьте те, которые были удивлены, как хорошо поработали предыдущую неделю. И давайте единичку поставим те, которые огорчились и недовольны, и поняли, что вообще-то результат мог быть намного лучше. Есть такие, у которых есть единицу поставили. Огорчились. Но не на кого сердиться, правда, только на себя лично. Значит, что-то не сделал, что-то не до конца довел. Пятерочек у нас много. Где десяточки? Че, вы себя не удивили хорошим результатом работы? Не было такого вау? Утром, когда получили смс-ку, не было такого ощущения? Вау! Какой хороший результат! Какой я большой молодец! Хочу напомнить тем, кто... Сейчас пока никто не жалуется, но это очень важный момент, да. СМС-ка у нас приходит как отчетный результат один раз в неделю. То есть по понедельникам за предыдущую неделю. Если у вас в группе или кто-то из вас присутствующих не получает эти смс-ки, пожалуйста, обращайтесь в техническую помощь. Будем решать этот момент. Для того, чтобы соединение с вашим телефоном сработало очень хорошо. Потому что это важный момент, важная отчетность. Поэтому работаем по этому показателю. Я ожидала от вас десяточки. Я хотела, чтобы вы удивились сами своим результатом, результатом вашей команды. Потому что если в команде больше, чем 5 человек, то не все шаги можно отследить и не за все можно все просчитать и за все быть уверенным. Когда у нас команда растет, у нас в команде иногда происходят очень хорошие события, которых мы сами даже не знаем. То есть все работают. И в конце концов, по итогам недели, можно понять, что произошел и сюрприз. Вот вам будет чаще таких недель, которые вам приносят сюрпризов. И я хочу, чтобы результаты были такими, которых вы можете отметить десяточкой и сказать, да, это меня радует, этому я удивляюсь, и я и моя команда, мы большие молодцы. То есть ваши отзывы на данный момент показывают, что нам есть куда стремиться на этой и следующей неделе. Поэтому, пожалуйста, стараемся. И идем дальше по смс-кам и по общению с компанией. То есть у нас очень важный момент. У нас появляются опять небольшие изменения, но изменения только для, в пользу, как говорится, всем инвесторам и всем партнерам. Это система, как мы делаем внутренние перечисления, переводы денег, когда мы проводим какой-то платеж или куда-то отправляем свои внутренние переводы дел. Эти все финансовые операции, которые проводятся через наш личный кабинет, будут оформляться только смс-сообщением, смс-дополнительным кодом для завершения операции. И в дальнейшем не будет, вы уже заметили, может быть, кто вчера, сегодня, то есть в последние дни делал уже перечисления, какие-то внутренние движения, и они заметили, да, что на электронную почту больше у нас подтверждений не приходят. Именно по внутренним движениям. Это связано с безопасностью, то есть это закрыто только для вашей безопасности. И в дальнейшем очень важный момент. Смс-ки приходят. Иногда, если у кого-то что-то не приходит, мы сразу воспользуемся технической поддержкой или даже звонком к поддержке. Да, у нас в кабинете есть такая, такой сервис, такая услуга, как «Позвони с сайта». Поэтому любой наш партнер, любой клиент, и вы за них можете позвонить и быстренько решить ситуацию, если вы не можете дождаться смс, сообщений и этот код на завершение денежной какой-то операции. То есть, напоминаю, не будет подтверждений в электронной почте, и это только для вашей же стабильности, гарантии и безопасности. Важный момент. Вот кто сегодня присутствует, пожалуйста, передайте дальше своим партнерам и коллегам, потому что нас сегодня не так много на площадке, и вокруг вас много наших партнеров. Это важный момент. Также хочу напомнить, что у нас до сих пор работают дополнительные условия в маркетинге. Это 3 дополнительных процента за лично привлеченных клиентов и партнеров, то есть сделанных проплат. Пожалуйста, следите за этим. Это очень хороший дополнительный момент. Открывайте свои кабинеты, открывайте прописанный маркетинг и рассматривайте свой статус, и там же наблюдайте, сколько личных, на первой линии, сколько платежей проведено. И просто недавно приходила информация, то есть есть кто это замечал, есть кто за этим забыл проследить, есть кто удивились тому, что приходит перерасчет. Да, в транзакциях вы можете за этим следить и в этом убедиться. В транзакциях это все отражается. Сделали 5 платежей, получили дополнительный 1% за все предыдущие проплаты. Сделали 10 проплат на первой линии, получили дополнительный перерасчет, дополнительных 2% за все предыдущие сделанные проплаты. Сделав 15 и больше, вы получаете дополнительных 3%. Это существенно увеличивает ваш личный доход. Поэтому следим за этим и воспользуемся. Я говорю, что май месяц нам еще дает по полной программе все бонусы, все наши вот такие дополнительные моменты. Это все срабатывает для того, чтобы мы сделали хороший объем. Дальше хочу сказать, что в ближайшие моменты будет подключена такая новая мотивирующая опция в кабинете или информации. Это календарь, как счетчик, календарь, который считает оставшееся время у нас до смены этапов. Вы знаете, что самое главное событие, наверное, все-таки в конце месяца, когда мы идем на смену этапов. То есть с шестого этапа переходим на седьмой этап. В ближайший момент появится календарь, который всех будет информировать об этом и напоминать, сколько времени осталось до перехода на новый этап. Может быть, уже успели читать о новостях. Если нет, то они сейчас будут все чаще вам напоминаться и говориться о том, что седьмой этап начинается с первого июня. То есть первое, ноль, шестое, шестнадцатое. С первого июня мы переходим на седьмой этап. До этого у нас все остается в силе, как есть. С первого числа мы переключимся на всякие новые условия. Еще если смотреть на перспективу, то хочу вас уже проинформировать, что в дальнейшем у нас появится новый инструмент, как видеолендинга, который вкратце и очень по-разному. То есть можно и читать, и смотреть, и ролики включать, и красивые картинки смотреть. То есть с таким хорошей эссенцией информации о компании, о проекте, в виде лендинга будет оформлен информационный материал, который поможет нам работать с новыми партнерами и людьми, с которых хотим проинформировать. И делая акцент заранее, чтобы вы уже были готовы, в ближайшее время у нас будут как минимум два таких новых лендинга. Первый появится очень скоро, у него основная задача ознакомить новых людей с проектом. Но рекомендую, чтобы, используя этот материал, вы следили за тем, как этого человека зарегистрировать к себе в команде. Второй лендинг уже будет направлен именно на регистрацию новых людей, как дополнение в вашу команду. То есть отправляя этот лендинг, вы сразу сможете и по нему регистрировать. То есть это займет немножко больше времени для того, чтобы это запустить в кабинете. Над этим сегодня, сейчас идет работа. Наверное, где-то недели полторы примерно. То есть до конца месяца мы планируем запустить красивый новый современный инструмент, материал для работы, с помощью которого работать дальше с новыми людьми, да, и с новыми клиентами, и очень важно, наверное, с новыми партнерами. Так, теперь хочу сказать, что просмотрим новости, друзья. У нас на главном сайте skyway.capital есть такой раздел, как новости. Хочу обратить внимание, чтобы четко прочитали последнюю информацию, не только одну последнюю. Я сейчас все перечислю. Хочу, чтобы вы четко прочитали этот информационный материал, чтобы вы были в курсе и могли делиться с нюансами и важностью той информации, которая опубликована. Вернемся немножко обратно к 10 числу. То есть 10 числа была опубликована информация о том, что передан список клиентов в реестр. Очень важный момент. Напоминаю, что у нас это происходит постоянно, ритмически, то есть по плану. И клиент как будто не замечает, как это все оформляется, но регулярно это делается, и очередная передача инвесторов в реестр произошла, и об этом вся информация написана. И говорите про это. И информируйте об этом ваших клиентов и также новых партнеров. Потому что иногда, чтобы не получились такие ситуации, как у нас недавно были, что люди хотят распечатать свой сертификат, и испуганные видят, что оно, условно говоря, перечеркнуто, да, с надписью красной, и начинается волнение. Где мои акции, где мне это посмотреть, почему у меня здесь все изменено и так далее. То есть нужно ли делать заказы, что это меняет. Да, пройдите эту процедуру, пройдите хоть один раз самостоятельно, сделайте заказ документов, просмотрите, что было до этого, что потом. То есть это очень важный момент, и нужно людей об этом информировать и предупреждать. Поэтому 10 мая в кабинете нашем, то есть на нашем сайте, точнее, в новостях, у нас полностью опубликована информация о передаче реестра, да. 11 мая. Идем дальше. 11 мая. Очень важное событие Skyway и Минтранс. Пожалуйста, читайте этот материал несколько раз, читайте, как говорится, вперед и назад. Выучивайте его для того, чтобы вы поняли, какой сильный инструмент вам дан в руках, с помощью которого вы можете работать с клиентами и говорить о том, какие возможности и какая перспектива у нашего проекта открывается в очень и очень скором будущем. Поэтому у нас есть не только изначально решение и документ, который был объявлен 11 февраля, у нас есть потом несколько еще встреч, когда наш генеральный конструктор и генеральный директор постоянно докладывает этой комиссии определенную информацию, доводит все до конца и получает следующий. И, как говорится, следующий этап развития этого можно назвать уже сотрудничество, да. С Минтрансом Российской Федерации. Поэтому 11 мая читаем документ и используем это как инструмент. Следующий важный момент – это 12 мая техническая поддержка. Мы знаем, что не все у нас срабатывает с первого момента, не все всем получается сразу и техническая поддержка нам нужна. Нам нужно ускорить, улучшить и так далее. И поэтому один из таких новых нюансов – у нас подключена система LiveTags. И самое главное, что эта система подключена и в сети контакты. Все, кто пользуется контактами, могут и через туда обратиться в LiveTags и получить дополнительную поддержку, информацию от нашей технической поддержки. Но кто не в контакте или кого просто в тот момент, когда вы находитесь в личных кабинетах и проводите какие-то операции, пожалуйста, начинаем использовать нам доставленный сервис «Позвони с сайта». Часто люди боятся звонить, потому что боятся этих международных переговоров и боятся каких-то дополнительных дорогих платежей за мобильный телефон. То есть воспользуйтесь звонком, который вы можете делать бесплатно. Это очень важный момент. И также меняется немножко подход обучения технических сотрудников и также системы, как они могут обслуживать наших клиентов. То есть расширяется их доступ к определенным направлениям информации или ваших проблем. И все ситуации будут решаться еще быстрее и, я надеюсь, качественнее. И для этого меняется система и система поощрения, и для того, чтобы мы могли больше ответственности требовать и спрашивать от сотрудников технической поддержки. Поэтому я хочу, чтобы вы за этим следили, это замечали и наблюдали, что действительно у нас сервис будет еще улучшаться и, как говорится, на высшем уровне. Мы в этом направлении растем. И тут добавляется дополнительная информация для иностранцев. То есть у нас подключается техническая поддержка на иностранных языках. Приняты уже сотрудники, которые могут говорить и на русском, и на разных языках разных наших партнеров. Поэтому дополнительно хочу напомнить про Венгрию и про Францию, что приняты сотрудники. И теперь техническая поддержка у нас с 16 до 24. Специально вот эти пик часы дополнительно, как говорится, вживую вас могут обслужить на иностранных языках. В другое время принимаются заявки, и они оформляются и обслуживаются чуть-чуть позже. Но с 16 до 24 каждый день, то есть 7 дней в неделю, вы можете получить вживую, в прямом эфире, скажем так, поддержку. А техническую поддержку. Это важный момент. И это говорит о том, что чем больше языков к нам подключается и есть необходимость, тем техническую поддержку будем расширять. Дальше. Очень важный нюанс для тех, кто побывали на ЭКО-фестивале, кто приезжал в Минск. 12.05 опубликована новость и показано, как это сделать. То есть весь кабинет вам раскрыт. Возмещение средств. Дорогие партнеры, следите за этим. У вас, может быть, клиенты ехали, может быть, какие-то новые ваши партнеры. Напоминайте людям, то есть это не будет до конца года, неограниченное время, возможность возмещать средства, потраченные на поездку. Да, делайте это прямо сейчас. Притом, хочу напомнить, почему нужно поспешить. Потому что средства, которые были потрачены в виде денег, вернутся в виде акционного бонуса, акционных долларов. И за этот объем вы сможете приобрести дополнительно себе какой-то личный пакет акций. Но, как мы знаем, смена дискаунта будет влиять и на стандартную стоимость акций. Поэтому это просто выгодно сделать в течение этого месяца, до конца этого месяца и полностью воспользоваться этим возмещенными средствами. Поэтому, пожалуйста, всем показываем, помогаем. Мы знаем, что у нас есть много и пожилых клиентов, которым, может быть, сложно с этим справиться. То есть, как мы знаем, поездка, затраты на дорогу и затраты на проживание можно подключить, документально подтвердить и получить возмещение средств. Ну и, наверное, самое главное объявление это 16 числа, это последние новости, да, и они будут сейчас раскрываться с каждым днем больше и больше. Это завершение шестого этапа. То есть, короткая информация о самых главных моментах за этот этап. И также официальное объявление и даты, да, оно объявлено сегодня в новостях. Первое 06, смена этапов, то есть шестого этапа переходим на седьмой. Читаем, ознакомимся и готовимся к этому. В связи с этим, я думаю, что нужно теперь записать в свой календарь очень важное мероприятие. Это 21 мая, это ближайшая суббота, когда со стороны компании будет проведен телемост. Телемост организуется таким образом, что к нему можно подключиться любой, с любого места. То есть, необязательно для этого организовать большие мероприятия. Это именно предусматривается время, когда люди уже разъезжаются и выходные, может быть, планируют при хорошей погоде куда-то выехать, но остаются в интернете, остаются на связи. Поэтому следим за новостями, фиксируем возможность, как регистрироваться на телемост. Телемост напоминаем это своим партнерам, своим командам. Выставляем в чатах информацию и напоминания, и адрес-линк на регистрацию. И готовим своих людей как можно быстрее. Телемост запланирован на достаточно короткое время, то есть, на конкретную информацию в ней будет принимать участие весь спектр лучших лекторов и ведущих наших организаторов бизнеса. И каждый выступит с какой-то конкретной, четкой информацией, которая будет уже говорить о следующих этапах, следующих возможностях, о смене дискаунтов, о новых программах, о рабочем графике, режиме. И всем актуальным и важным, что нас ждет в ближайшее время. То есть, этап меняется, а у нас только процесс развития в данный момент реально ускоряется. Поэтому это очень-очень важно. И, наверное, нужно говорить о самом главном, на что мы теперь настраиваемся. Это инотранс, инотранс-выставка. И если вы уже читали или сейчас прочитаете новости, да, то мы имеем уже официальное объявление о том, что на инотранс-выставке, которая будет происходить в Берлине, в Германии, в сентябре, мы будем выставлять новейшую разработку Юнибайка. И это можно прямо говорить «Ура!». Вы понимаете, что это, ну, в позитивном смысле, это взрыв, это наша бомба, это тот момент, когда весь мир не только услышит о нас, а просто увидит нас. Поэтому сами, пожалуйста, готовьтесь к этому мероприятию. И чтобы подготовиться к этому мероприятию, следите за графиком. Я хочу вам сейчас дать направлений, может быть, таких самых ближайших и немаловажных мероприятий, которые запланированы. Я уже не говорю про то, что мы каждую неделю работаем. У нас есть, так, про ссылку я прочитала. Владимир, ссылка будет восстановлена, да, то есть не волнуемся параллельно. Так, следующая неделя у нас и текущая неделя, и следующая неделя очень рабочая. И мы предлагаем дополнительные мероприятия, которые не были заложены в начале месяца, когда составлялся общий план рабочих встреч. Оно всё остаётся в силе, но прошу, планируйте и даёте дополнительной информации. То есть готовимся, начиная вот с выходных дней, да. 21-ое – это телемост. Про май, я сейчас говорю про май. 22-ой май, 22-го мая у нас новая встреча в новом регионе. То есть мы начинаем намного активнее работать в Молдавии. Теперь все думаем, где у нас друзья, контакты, родственники, знакомые, партнёры и так далее, про Молдавию. Потому что Молдавия совершенно не развитый ещё регион, и в данный момент начинается более активная работа и развитие. То есть 22-го числа у нас рабочая презентация, встреча и для новых людей, заинтересованных людей, и для наших партнёров. То есть живая встреча в Кишинёве. Адрес и время встречи дополнительно будет объявлен. Также это будет обязательно на сайте ваших лидеров, лидеров регионов. И будет общая рассылка по электронной почте всем партнёрам, да. То есть Молдавия – страна большая. У многих из вас могут быть контакты. Не пропустите, спокойно отправляйте людей. Я лично тоже буду присутствовать и даже участвовать в этом мероприятии. Поэтому хочу сказать, что прикладывайте все свои усилия, чтобы вы и могли поучаствовать в развитии нового прекрасного региона. Дальше. 23-е число. Тоже новый регион. Развиваем и организуем рабочую встречу и также презентацию для новичков. И презентацию, рабочую встречу, такой, ну, рабочие, да, переговоры, общение и план дальнейших работ и встреч и развития. Это Штутгарт. Тоже для нас новый регион, новый город, в котором можем активизировать то, что уже, как мы знаем, у нас во многих странах есть очень много инвесторов или где-то одиноких партнёров. Но иногда не хватает этой коллективной работы, командной работы. И такого, когда команда объединяется, то силы увеличиваются и развитие начинается мощнее. Поэтому летние месяца у нас развитие новых регионов, поддержка существующих регионов и подготовка, серьёзная подготовка к сентябрьскому большому мероприятию. Дальше, я думаю, могу обрадовать очень многих партнёров. Это встреча в Москве. Хочу сегодня объявить 25 числа, 25 мая. Это рабочий вечер. Это обязательно будет вечер около 7 или после 7. Тоже более чёткая информация буквально в ближайшие дни. Завтра, послезавтра ждите. Я думаю, что среда – это последний момент, когда у нас будет чёткая информация по этим городам. Сейчас именно организуется помещение и время. Организаторы бегают, этим занимаются. То есть Москва – рабочая встреча. Но Москва – это будет, по-моему, особенное мероприятие. Потому что там съезжается много наших спикеров и лидеров с регионов, и также с управления, члены управления, и представители московского офиса, и директор компании Skyway Capital. Я думаю, что сильная команда в поддержку, поэтому приходите сами, кто близко, приглашайте и напоминайте своим партнёрам, и приглашайте новых людей. То есть будет и презентация для новичков о проекте, и также сильная рабочая встреча и план на будущее, как будет развиваться и работать Москва. То есть работа начнётся очень системно в дальнейшем. 25 мая. Дальше – июнь. Если говорить про июнь, то, конечно, июнь нас приглашает на Кипр. Вот сейчас кто? Подтвердите, кто из вас кто-то уже собрался, может быть, уже запланировали свою поездку. Июнь, 20-е, да? 20-е, 26-го числа – это конкурс. Конкурс – это поездка без конкурса, это поездка для всех. Напоминаю ещё раз, поездка для всех, но дополнительно есть такой, как говорится, экстра-возможность заслужить поездку за счёт компании. Поэтому все, кто желает, могут участвовать в этом конкурсе. Условия мы все знаем, да? И они описаны, и в этом новостях тоже имеется полное описание и конкурсных условий. Поэтому подключайтесь, конкурс у нас в силе уже он давно открыт, да? С 15-го апреля по 31-го мая. У нас ещё есть хороший период для того, чтобы закрыть показатель на конкурс. По поводу мероприятий, майские мероприятия дополнительные я вам озвучила. Хочу сказать, что июнь, июль, август – это три месяца, когда планируются разные выездные конференции. Более чёткий план будет озвучен и 21-го числа на телемосте. И ещё хочу вас просить, думать, планировать развитие в своих регионах. Вы можете ещё дополнительно запланировать условно конференцию, может быть, более близко к семинару, к презентации, но к такой общей рабочей, где вам нужна помощь, где вы хотите делать более интересное и широкое мероприятие, с поддержкой со стороны спикеров от компаний или лидеров других регионов. То есть дайте предложение на предварительные такие мероприятия, которых можно ещё сорганизовать в июне, в июле и в августе. То есть три месяца на сильное развитие, поддерживаем друг друга и делаем дополнительные встречи вживую. И также можем дополнительно сделать поддержку другим регионам, выходя на скайп-встречи во время ваших презентаций и семинаров или каких-то встреч, которых вы организуете. То есть здесь просто предложение подумать, как улучшить и дополнить вашу работу, ту, которую вы делаете, чтобы было интереснее и эффективнее ваши организованные мероприятия или просто снова сорганизовать мероприятие лично для какой-то вашей группы, структуры, региона, города или какой-то специально собранной публики. Во время летнего периода мы это можем планировать. И все эти мероприятия идут с одним главным направлением. У нас очень важный этап впереди – это инотранс сентябрь 20-23. Это четыре дня международной выставки. Это четыре дня, когда мы презентуем Skyway для всего мира. Это четыре дня, когда все могут любоваться как минимум юнибайком. Но все и еще дополнительно в ближайшее время будет опубликован в нашем личном кабинете переработанный, откорректированный документ развития на 15 этапах. И когда вы будете читать, знакомиться с этим документом, хочу сказать, что это очень важно. Вы пройдете по этапам и поймете, что каждый этап несет за собой определенные задачи. А задачи решаются, в принципе, с нашей помощью. Поэтому у нас работа, начиная вот с уже сегодняшнего дня, четко выстраивается под очень серьезное мероприятие. Это инотранс, это сентябрь, это уже рукой достать. Я надеюсь, что вы запланировали свою поездку, потому что кроме международной выставки инотранс, которая организована организаторами, и мы являемся только гостями, но очень важными гостями, дополнительно будут и сорганизованы конференции Skyway. И это будет как международная европейская конференция, поэтому я думаю, что представители Европы это стопроцентно. Кроме Европы, пожалуйста, все регионы, подключайтесь. Это уникальное мероприятие. Для нас ключевое, очень значимое, очень важное. Но для того, чтобы компания выступила, как говорится, с гордостью и по полной программе, мы должны очень-очень постараться. То есть каждый этап – это определенные привлечения средств. С привлеченными средствами выполняются определенные задачи. При влечении средств – это наша основная задача. Сегодня мы должны сработать. И вот теперь на все 1000%. Мы должны сделать то, что могли, и еще чуть-чуть больше. Давайте на это настроимся и поймем, что Берлин – это наша ближайшая цель. К цели мы идем через свои рабочие моменты. Рабочих моментов у нас очень много. Все инструменты, все возможности, все для того, чтобы мы хорошо развивались. И не пропускайте даты. Подключайтесь к каждой дате, где где-то что-то происходит. Кроме наших рабочих встреч, вот определенные большие мероприятия, или более актуальные, да, с дополнительной информацией, с дополнительными гостями, с дополнительной мотивацией. Это все нужно не пропустить и приглашать, и организовать, чтобы люди вашей команды обязательно были, обязательно на них присутствовали. Поэтому я просто вас строю на то, что настраивайтесь на сентябрь, запланируйте уже свою рабочую и праздничную поездку. Мимо того, что мы едем по всем нашим встречам и презентациям, мы готовимся, едем и работаем, отдыхаем на Кипре. И мы очень сильно готовимся на рабочую, праздничную и уникальную встречу в сентябре. Поэтому все наши объемы, это только направлены на это мероприятие. То есть мы строим парк и готовимся к выставке. У нас добавились задачи, вы поймите правильно, у нас добавились задачи, но без них никак. То есть мы не можем завершить этап Экотехнопарка, не пройдя эти шаги. А эти шаги все зависят от того, как мы проработаем. Поэтому, друзья, вот именно на этом я хочу и закончить. Я думаю, что не стоит нам сегодня перелистать программы, смотреть, какие у нас шикарные программы, какие уникальные дискаунты, и как хорошо их проплачивать в рассрочку и получить очень хорошие портфели, акционные портфели. Это все уже наш ежедневный рабочий инструмент. И мы должны просто в нем чувствовать себя очень уверенно и знать, кому что именно предлагать. Но цель, почему мы предлагаем инструменты, с помощью которых мы можем привлечь новых инвесторов, это именно все новости, о которых я проговорила. Поэтому сегодня я делаю два акцента. Первое. С 10 мая по сегодняшний день прочитать, изучить и отметить, и конспектировать, и сфотографировать, и просто использовать все эти новости. И цель нашей работы, это первый момент, подготовиться к переходу на седьмой этап. То есть сегодня нужно покупать все, что можно, бронировать все, что можно, продлевать все, что можно. Не пропустите этот момент. Поймите, это реально так. Мы очень сильно двигаемся, и мы совершенно не знаем, это непредсказуемый момент, как долго мы будем находиться на седьмом этапе. Да, я сегодня ни одно слово не сказал, но я думала, что вы везде уже прочитали, везде слышали. Но подтверждена информация со стороны компаний, и действительно заключены контракты, и приходят серьезные инвесторы, и уже проинвестированы достаточно серьезные суммы от серьезных инвесторов. Поэтому это сейчас сегодня только в плюс и пользу. И сегодня компания не говорит, что спасибо, вы нам не нужны. Она до сих пор говорит, да, мы работаем в команде, мы делаем на тысячу процентов свою работу, а вы, пожалуйста, делайте свою. И мы это делаем, и стараемся, и стараемся как можно больше и лучше работать. Но несмотря на это, мы вышли на такой этап развития проекта, что в любое утро мы можем проснуться с прекрасной информацией, с тем, что мы перепригнули, перешагнули, и прямо вот именно перепригнули, не просто медленно перешагнули, а очень активно перепригнули на совершенно другой этап. И никто нам не говорит, что по финансовому потоку мы должны медленно идти с шестого на седьмой, с седьмого на восьмой, с восьмого на девятый. Нет, дорогие друзья, вы должны прекрасно представить и осознать ситуацию. С шестого мы, да, через две недели мы переходим на седьмой этап. А дальнейшее развитие может быть с перепригыванием в несколько этапов. В одно утро мы можем открыть глаза и читать новости. Компания и проект Skyway переходит на двенадцатый этап. Вот мы дошли до этого состояния, до этого момента развития, что это может произойти за очень короткое время. И к чему я это говорю? Что не надо думать, что если я не успею что-то сделать до конца мая, то еще в седьмом этапе таких существенных изменений не будет и я все еще успею. Нет, дорогие друзья, сегодня ничего нельзя откладывать на завтра. Делаем сегодня и делаем как можно больше. И говорим про это каждый день всем своим партнерам и всем своим инвесторам. Просматривайте свои регистрационные списки. У вас там у каждого есть определенное количество людей, которые зарегистрированы, но не приняли решений. Используйте все новости, которые у нас как минимум с 10 числа. Мы можем вернуться и к новостям, и всей информации, которая у нас с 23 апреля. Все, что у нас касается экофестиваля. Столько новостей, столько интересной, важной и хорошей информации. Она вся должна быть передана, и она вся работает только на одно. На наш успех. На наш успех и успех проекта. Поэтому вот с таким настроением всем успеха, всем хороших результатов. Следующий понедельник, чтобы у вас было смс с вашими эмоциями. Вау, насколько я доволен и удивлен тем, что происходит в моей группе. И хороших рабочих моментов вам. Наша работа – это наш праздник, это наш хобби, это, наверное, наша миссия. И это все самое лучшее, что мы можем сегодня сделать. Всем-всем успеха. Я с вами сегодня прощаюсь. До скорых встреч на следующей неделе. До скорых встреч на следующей неделе.